Необычную смену принимал этой зимой детский оздоровительный лагерь «Юнармеец». С 6 по 12 января здесь гостили дети из Донбасса, которые приехали, чтобы с пользой и удовольствием привести новогодние праздники. Смена, в которой приняли участие около 100 ребят, прошла в рамках сразу двух проектов – «Детство без войны» и «Космические каникулы». В нашу программу входил комплекс мероприятий, которые включали в себя посещение музеев на производствах космического направления, встреча с космонавтами, встреча с астрономами. Также мы получили много подарков, которые будут полезными нам для дальнейшей работы. Это и энциклопедии, и книги из музеев, которые будут в библиотеках нашей станции юных техников. За дни каникул ребят узнали много интересного. А на встречу с ними в «Юнармеец» приехал пообщаться космонавт Валерий Токарев. Он не только поговорил с ребятами, но и показал несколько материалов о полете Юрия Гагарина. «Поздравляю от всех космонавтов и от себя, от нашего отряда космического вас с Новым годом, с Рождеством Христовым. Желаю, чтобы этот год принес вам побольше радостей и поменьше огорчений. Самое главное, что у нас есть большая родина Россия. Это самое главное, от которой не мы должны требовать, вот сейчас уже взрослые. Вот наша задача – вас вырастить и защитить, и так, чтобы вы восприняли большую Россию как маму, то есть как родителя своего». Подарить детям радость и ощущение безопасности, которой там, дома, в Донецкой республике им порой очень не хватает. Задачи, которые с успехом выполнили, благодаря множеству участников. «Самое главное, что мы будем это продолжать. Это уже не первый год, и, конечно, тематика новогодних каникул, она меняется. Сегодня огромное спасибо нашим коллегам с Роскосмоса. Это их идея была на фоне тех конкурсов, которые проходят непосредственно в Донецке. Увлеченных ребят, увлеченных космосом, выбрать лучших. Это соревнование было, эти лучшие приехали сюда, увидели вот такое большое количество полезной информации. Стали счастливыми, наверное, на вот этот рождественский период, благодаря тому, что другие организаторы, наша общественная организация, наши главы замечательные. Этот лагерь потрясающий юнормейц, который все знают в Подмосковье, не только. Создали такие условия, что детки просто себя почувствовали в сказке. Мы сегодня, в январе месяце, мы пока добирались сюда, мы проговаривали без конца организацию уже летнего реабилитационного периода для детей, получивших ранение. Мы думаем о том, как оздоровить. Я впервые в юнормейце, я впечатлена, я просто счастлива, что вот такой лагерь, вот такой организация встречает наших детей. Наши дети причастны к этому, имеют возможность оздоровиться, отдохнуть. Мы действительно очень рады вас встретить на нашей Щелковской земле. Это земля с историей, и, наверное, вы очень глубоко смогли увидеть и погрузиться в тему космос, задать вопросы, и у вас еще есть такая замечательная возможность пообщаться с космонавтом. Нам очень приятно, что мы дарим столько радости, столько светлых дней. И сейчас, как и принято в Новый год, мы хотим вам подарить от Деда Мороза новогодний подарок. Организовать этот отдых в лагере «Юнормейц» для донетских детей помогали многие. Эта помощь отпечаталась в детских сердцах. Мне очень нравится этот лагерь, спасибо организаторам, что они так постарались. Мне очень понравился хоккей и все музеи. Мне очень понравилась программа, которая здесь была. Помимо наших экскурсий в лагере мы ходили на разные кружки. Это был и кружок «Сделать свою игрушку собственными руками», и резьба по дереву. Это очень помогало нам, и занимало все свободное время. То есть мы здесь вообще не скучали. Во многих музеях были прекрасные инсталляции, которые показывали историю робототехники, о том, как создавались космические аппараты. У нас были не только научные, как мой коллега уже сказал, у нас были и развлекатели. У нас были такие, как хоккей интересные. Жаль, что авангар, конечно, проиграл, но не суть. Хоккей у нас был, аквапарк. Аквапарк – это отдельно. Там просто супер у вас в Москве. И была также елка-хирурга. Елка-хирурга тоже огромные впечатления оставила на нас. Есть еще желание приехать, еще показать. Да, тут очень красиво, достопримечательностей много. Тут хорошо одеты, хорошо наедены все. Все хорошо, дружно живут. Спасибо большое, юно-армеец! Благодарность ребят настолько велика, что, кажется, словами ее не передать. Все же они постарались. А вот взрослые должны стараться, чтобы детство этих ребят было наполнено только добром и миром. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.